Я хотел бы сегодня поговорить о таинстве омовения ног. Я не знаю, если все мы имеем правильное понимание от того, что мы делаем, когда мы совершаем это. Я хотел бы, чтобы мы порассуждали об этом вопросе. Я знаю, что мы можем что-то делать годами, долгие годы, и до конца не понимать, что происходит. Но мы призваны к тому, чтобы разуметь таинство Царства Божия. 13 глава от Иоанна, с первого стишка. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечерей, когда дьявол уже вложил в сердце Иуду Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел, и к Богу отходит, встал с вечерей, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам, и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру и говорит ему, и тот говорит ему, «Господи, Тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь, Ты не знаешь, а уразумеешь после». На самом деле ученики не знали, что происходит в тот момент, они не понимали. Я хотел бы заострить наше внимание, что это Иисус, Он очень внимательно передавал учение, вот это, которое мы говорим, учение Нового Завета. И если мы будем наблюдать, мы нигде не найдем, чтобы Иисус оставил какой-то обряд, исполняя который, можно было бы выполнить волю Божию. Мы знаем, что Ветхий Завет, он больше относился к плоти, хотя все это было тень будущего, так Писание говорит, оно все имеет скрытый смысл, скрытое значение, которое указывало на Новый Завет, на новое отношение с Богом. И в 9 главе от Евреям, здесь я немножко прочитаю выборочно, здесь говорится о том, что в Скинию, во вторую часть Скинии, Святое Святых, 7 стишка, «Однажды в год только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи ведения народа, этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь в Освятилище, доколе стоит прежняя Скиния». И эта Скиния, написано, она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питаниями и различными омовениями и обрядами относятся, относящихся по плоти, до плоти, установлены были только до времени исправления. Это все относилось к плоти, омовения всякие. То, что сделал Иисус, это не относилось к плоти, это было служение Нового Завета, написано, мы являемся служителями Нового Завета. Не буквы, но служение Духа. Это несет глубокий смысл. И вот ученики на тот момент не понимали. И я хотел бы, чтобы мы проверили и убедились в том, что мы понимаем то, что мы делаем. Потому что это не маловажное служение. Это не маловажное служение. Это не просто какой-то обряд, который мы совершаем, и уже много раз совершали, и оно, может быть, приходит в какую-то привычку, и мы сильно об этом не думаем. Ну, вроде как поверхностно размышляем. Да, это может признак смирения или еще что-то. Но давайте посмотрим, что же здесь произошло. Первый момент. Здесь Иисус говорит, что в седьмом стишке. То, что я делаю теперь, ты не знаешь, уразумеешь после. И дальше, с двенадцатого стишка, здесь написано, «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно делаете, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Первый момент, на что он указывает, это то, что он Господь. Он Господин всего. Он не почитал это хищением, да, Писание говорит. То есть, он не почитал это чем-то, ну, дерзким таким, называться Сыном Божиим. Это ему принадлежало, он был Богом. Он был Богом во всей полноте своей. И вот этот Бог склоняется, как раб, перед этими людьми и омывает им ноги. Для того, чтобы нам исполнить эту заповедь, мы должны уразуметь вот это положение вещей. То, что Христос не омывал ноги ученикам, как равный. Он являлся ихним Богом. Тот, у которого в руке дыхание жизни ихней. Который знал каждое помышление их. Он был выше них. И он смирился перед ними, принял образ раба. Он принял образ раба. Это было что-то низкое. Нам это непонятно, потому что мы живем в другой культуре. До конца мы этого не можем понять. Но хотелось бы, чтобы мы прониклися нашим размышлениям. Я не хочу это, чтобы мы прониклися сейчас какими-то чувствами. Потому что чувства, они обманчивы, они проходят. Я хочу, чтобы мы понимали положение вещей. Это был Господь и Бог, которому принадлежало все. И он не сделал, это не было показное. Это не было просто показать, что я делаю вид смирения. Он на самом деле смирился. Он на самом деле хотел им послужить. Это было его искреннее желание сделать им, помочь им. Потому что он понимал, что они на самом деле еще ничего не понимают. Он все эти три года им, как Павел говорит, я со слезами вам объяснял, как кормилица. Христос, он им объяснял вот это новое учение. Он переживал, он молился. Он им всякие, своей жизнью, всеми словами, все, что он делал, он истощал себя. Он вышел из себя, как Писание говорит. Для того, чтобы им передать вот это новое учение. Он сильно переживал, чтобы они это поняли, чтобы они приняли, на чем же строится отношение с Богом в этом Новом Завете. И он смирился перед ними, как раб. И он хотел им послужить. Он хотел им помочь. Это не было просто плотское, какое-то омовение. Если мы здесь будем читать, когда Петр сказал ему, не умоешь ног моих вовек. Восьмой стих. Иисус отвечал ему, Получается, здесь Иисус Христос настолько возвышает вот это служение. И он говорит, что если ты не позволишь мне омыть ноги тебе, ты не можешь иметь части со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Да, может быть, я не понимаю, что происходит. Но вот это слово, которое Иисус сказал ему, не будешь иметь части со мною. Петр сказал, Господи, я на все пойду. Пусть я не понимаю. Да, ты говоришь, что я пойму. Хорошо, умой меня всего. Смотрите, что Иисус говорит ему. Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь. Но, и вы чисты, но не все. Он не говорил здесь о чистоте тела. Это не был просто физический акт омовения ног. Это духовное служение. И хотелось бы, чтобы мы к нему относились, как к духовному. Потому что есть, мы видим, здесь написано, говорит, если бы это по плоти, то тогда всему нужно омыться. Почему только ноги? Почему только ноги? Чистота тела была примерно одинаковая. Тем более, гигиена в те времена не сильно была. Ну, такие условия были. У них не было тех условий, в которых мы сейчас живем. Но Христос делает ударение, что это служение по духу. Почему же только ноги? Я думаю, что это говорит о том, что мы, находясь в этом мире, мы соприкасаемся с этим миром. И вот это ветхое служение, оно было, служение Ветхого Завета, оно было очень такое детальное, в такие детали входило. Не прикасайся, не трогай. Где-то тронул, там мертвого. Там потом целый процесс омывать, очищать, жертвы приносить, чтобы не прикасался. В большей мере, когда мы служим Господу искренне, мы с этим миром, мы не беремся за этот мир. В большей мере. Если мы искренне служим Господу, брат сегодня говорил, это нам свойственно не любить мира, ну, как свойственно новому человеку. Конечно, плоть, она требует своего, и это все понятно. Но, в общем, мы соприкасаемся больше с этим миром, когда мы ходим, это наш подошвой ноги. И зависит, конечно, где мы ходим. И здесь Иисус Христос на это и делает ударение. Он говорит, вы чисты все, кроме одного. Он не был чист. Опять-таки, это опять-таки ясный показатель того, что это не говорилось о плоти. Потому что тело у Него, наверное, было примерно такой же чистоты, как и у других. Это говорилось о духовном. И вот Иисус Христос, склоняясь перед ними, во-первых, это знак смирения. И это не просто сделать вид, что брат, я тебя почитаю. Это значит, этого брата, написано, не мечтайте о себе, не думайте о себе более, нежели чем должно думать. Почитайте один другого выше себя. Не делайте вид, что ты выше меня. Почитайте. То есть, это нужно себе внушать. Это нужно себе напоминать. И что помогает нам, для того, чтобы почитать выше другого? Нам помогает, когда мы себя видим во свете Божьем. Когда мы не видим себя во свете Божьем, тогда мы замечаем, бревна не замечаем в своем глазе, а сучок у другого. И я думаю, я больше чем уверен, что мы все повинны в этом. Это как бы свойственно, человеку не замечать свои недостатки. Недостатки. Может быть, недостатки своих детей. Опять-таки, это зависит от того, насколько мы ходим в истине. Когда мы ходим в истине, мы пребываем в истине. На нас, у нас появляется мышление Иисуса Христа. То мы не будем так смотреть. Но по-человечески это свойственно нам. И хотелось бы, чтобы, конечно, мы обратили на духовную сторону здесь. Это, конечно, смирение. Это почтение другого человека выше себя. То есть, мы должны знать себе место. Не возвышаться в своих глазах. Не тот достоин почитания или возвышения, кто сам себя хвалит. Но кого свалит Господь. Только от Него мы должны принимать хвалу в нашу сторону. И вот Иисус Христос, будучи Господом, будучи Учителем, Он принимает образ раба. Как Он и говорит, что я не пришел, чтобы мне служили, но я пришел послужить. И Он наклоняется перед учениками и начинает им омывать ноги. И вот это вот, опять-таки, это не плотское омовение. С чем же это связано? И я думаю, что еще какой момент может влиять на чистоту наших ног? Это куда мы ходим? И как раз-таки, может быть, те из нас, которые ходят в самые грязные места, может быть, ходят в вот эти вот места, где люди погибают в этом мире, где нету света, там грязнее. Конечно, если мы ходим в церкви, мы приходим в воскресенье, здесь мы вроде как, ну, трудно замораться. Есть возможность, но трудно. Потом домой, все нормально, так все течет, так все прекрасно, благословение, процветание, все хорошо, мы в Господе. Ну, мало как ты замараешься. Значит, ну, ноги чистые, их немножко сполоснул, и все, да. А вот те из нас, которые встречаются, приходится встречаться с этим миром, волей или неволей, да, мы сталкиваемся, мы идем, может быть, и свидетельствуем этим людям, да, может быть, где-то на работе, мы свидетельствуем этому человеку, мы становимся, мы подвергаемся, как раз-таки, возможности замораться, когда грязная дорога, да, мы можем замораться, где-то, может быть, по неосторожности, а где-то, может быть, по необходимости, чтобы пройти туда, где грязно, может быть, понимаете, где погибают люди в этом мире, где тьма, придется, может быть, заморать ноги, Иисус говорит, нужно омыть. И вот я хочу, вот на это сделать наше ударение, чтобы мы понимали это. И когда мы видим, что у нашего брата, может быть, грязные ноги, чтобы мы понимали, может быть, как раз-таки, они по этому и грязные, что он шел туда, для того, чтобы нести свет Божий. Есть одно такое понимание в Писании, это не открывай ноготы ближнего твоего, да, то есть, есть некоторые моменты, ногота – это что-то такое, что неприлично, те части тела, которые не благообразны, так вроде Писание говорит, мы их более покрываем, чтобы нам принимать вид благочестивый. И, может быть, мы замечаем за братом какие-то, может быть, какие-то проявления, которые можно назвать ноготой. Писание поощряет нас и говорит, чтобы мы не открывали это. Если ты видишь брата согрешающего, ты его не открываешь на всю церковь. Конечно, есть всякие исключения. Некоторые моменты, как мы читаем апостол Павел, он при всех обличил Петра, при всех, потому что это момент был, который относился к благоустройству церкви. Поэтому он при всех отличил. Но в основном, какие-то такие моменты Писания нас учит, чтобы мы с ней сходили. Я хотел бы, чтобы мы были настроены на то, что, может быть, покрывать немощи ближнего своего. Это тоже, это является исполнением этой заповеди. И здесь Иисус Христос. Я хочу последний стих прочитать, и мы будем сейчас молиться. 14 стих. Итак, «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего его. «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Все, что я говорил, я не говорил это с целью того, что нам не нужно совершать это служение. Это все на своем месте. Оно помогает нам. Может быть, до конца мы не понимаем, и может быть, кто-то считает, что это оно ненужное. Ну, ты вправе как бы считать, как тебе угодно. Но мы, как церковь, мы придерживаемся этому. Оно нам помогает, ну, как-то напоминает. И если мы искренне к этому подходим, то даже вот этот, может быть, какой-то незначительный момент, я уверен, что он будет служить к нашему спасению, если мы понимаем, вот то, о чем я сейчас говорил, духовное значение этого служения. Если мы понимаем, если мы этого делаем, и если мы склоняемся друг к другу, и омываем ноги друг к другу, вот от вот этой, может быть, налипшей какой-то грязи, от чего-то такого, мы это смываем в смирении нашего сердца, не для того, что, может быть, показать человеку, какие там у тебя там ноги грязные, или еще что-то. Иисус Христос, Он, будучи Господом и Богом, Он склонился, принял образ раба, и Он совершил это служение, и Он оставил нам пример. Я хотел бы, чтобы мы разумели и понимали, что за этим стоит, и чтобы мы это выполняли, и чтобы действие, духовный смысл вот этого служения, чтобы Он шел с нами по всей нашей жизни. Аминь.